пока никого нет я подурачусь тут вау какие шары вы это видите или только я одна видела что сейчас шары такие полетели вверх так пока все присоединятся я тут покрасусь привет привет всем кто пришел привет 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 пожалуйста маякните что со звуком я специально наушники начала чтобы вам меня лучше слышно было и стою тут хвастаюсь такая видите а подмалевок первый слой китятин видели не удивило да слышно меня да что я болтаю всем привет 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 сегодня прямой эфир у нас не по этим китам а по китам блюда пока катя к нам идет я вам подробнее все расскажу но слышно спасибо смотрите какие китятины вот сейчас покажу вернее знаете какая идея я хочу проведу прямой эфир и урок катя которая не умеет рисовать как она говорит это вообще самый идеальный ученик и мы сегодня с ней нарисуем блюдо вчера у меня в ю тубе в ю тубе в в моем инстаграме кто хотел я отправила картинку сейчас я вас переключу на рабочий стол вот я тут уже приготовилась смотрите так есть будем рисовать вот таких китов и смотрите какая хитрость вот вчера кто просил я скинула эту картинку можно взять молд который с прозрачный такой более-менее прозрачной основы или можно взять орг стекло и айгам сделать основу и тогда распечатать китов и тот кто не умеет рисовать прекрасно нарисует контур нам для начального этапа работы нужен контур картинки потому что потом мы будем прорисовывать послойно по другому не так как привычно нашему глазу сейчас катя придет я ее позову и мы начнем рисовать я вам все поподробнее расскажу но первая хитрость вот такая пользуйтесь как мы все в школе с окна с копиркой срисовывали то что сложно носить ну как минимум я это делала и нам нужны еще для работы салфетки у меня здесь куча салфеток я себе уже вырезала вот такие домики будут китятины и домик вот так вот домики будут вылезать из-под них думаю наверно так поменьше сделать чуть-чуть ну посмотрим сейчас салфетки картинка китов кисточки смотрите есть кисти которые я покупаю уже готовы а есть кисти которые я выстригаю видите вот это самая тоненькая но вернее самая тоненькая вот это четвертое но сегодня мы ее вряд ли будем рисовать потому что у меня достаточно большое поле вот будем рисовать вот этой и более широкой я выстригаю по кругу то есть я беру вот так сейчас вам покажу вот на этом примере катюш ты готова тебя звать три минуты и выстригая вот так вот по кругу то количество которое мне нужно так сейчас я позову катю как это сделать каждый раз как первый раз есть привет да все мы тебя ждем ура есть контакт все получилось ты меня слышишь ты меня я да все космос улетаем все хорошо слышно катюш я уже рассказала уже показала и вот наглядно жду тебя когда ты по тоже будешь готова смотри теперь для тебя история чуть-чуть ты можешь вот этот контур да ты же тоже распечатала под ромов вот этот контур самих китов помнишь я тебе первую картинку прислала да ты можешь прорисовать кисточкой тоненько или вдруг я не помню писал тебе нет вдруг у тебя есть контур черный акриловый есть вот ты можешь им прорисовать тоже так но ты подумать для себя что что тебе будет проще и легче кисточкой или контуром я контуром не буду потому что у меня маленькая маленький объем контуром будет жирно и я не хочу контуры я буду кисточкой да тоже кисточкой все смотри я готовлю краску какие ты готовишь краску сейчас я вы у меня почему-то вот это вот эта черная краска у меня почему-то она не черная как как синее воронье крыло вот она хотя заявлено черная но вот контур вот этот акриловый он прям чернючий я буду рисовать я себе его на палитру сделаю сейчас пока подготовлю и буду рисовать вот этим черным контуром сделаю белый цвет белый у меня нормальный смотрите я свою палитру защищаю полиэтиленом одеваю полиэтиленовый пакетик и не надо мыть ее и синяя краска простите салфетка бумага кисточки и все я готов ты вырезала салфетку заранее начинал а я сейчас тоже самое сделаю давай 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 смотрите ребят потом когда мы прорисуем мне кажется сейчас неудобно на планшете но так будет быстрее если сейчас контуром прорисую можно вырезать я вырезала вот такие вот кусочки зданий можно вырезать здание я хотела сначала цветочки на цветочки сильно большие для китов но очень круто смотрятся на фоне кита и цветы тоже у меня есть эта работа в инстаграме а еще очень кайфово смотрятся облачка будет посмотрите под китами и над китами а теперь катюш послушай сейчас внимательно смотри мы рисуем сейчас не в классическом понимании как мы рисуем вот мы сели и послойно наносим картину нет мы рисуем так как будто в обратном в обратной перемотке то есть нам нужно сначала сделать контур а потом сделать темные пятна прорисовки черные серые там все светло-серые светло-голубые а только потом белые то есть нам нужно в обратном в обратную сторону рисовать это потому что мы рисуем лицо сразу с той стороны не не как привычно нам бы сейчас сейчас бы 2 секунды мы нарисовали этих китов если бы нам нужно было просто с лицевой поэтому давай сейчас обведем контур китов всех только черный контур тоненько вместе с глазами вместе с вот прожилками я тебе все сделала вот там прорисовала только только делаем контур для этого ребят кто ни разу не рисовал первый хотя очень очень логичный и казалось бы легкий и понятный шаг но нужно хорошенько смочить краску но не так что прям ведро воды туда вылить чуть-чуть несколько капель вот промокнуть в краску и кисточку не безжалостно прям тереть по палитре а пропитать прям прокрутить пропитать чтобы она наполнилась краской и когда вы будете рисовать тоненькую тоненькую полосочку нужно прям в ответе я как будто ее отжимаю на палитре то есть носик должен быть тоненький и вот с этим носиком мы начинаем рисовать кто ни разу не рисовал ставьте на опору визитчик вот руку руку ставьте на мизинчик тогда она у вас будет не будет трястись и желательно не пить кофе перед работой. То, что я сделала. Выпила кофе, и теперь, конечно, у меня будут трястись руки. И ты тоже, да? Молодец! Сделали все то, что не надо делать. Ну, класс. Ну, ничего. Так, и начинаем прорисовывать. Нам может казаться, что... Ой, я тебя сейчас ударила. Нам может казаться, что там ничего не рисуется, но все рисуется. И не старайтесь рисовать, и хочу, что ты тоже не старайся рисовать идеально ровной линией. Вот как получается кривулька, пусть это кривулькой будет. Чем такая естественная линия, тем рисунок будет более живым. Более будет запилен. Ага. Так. Плавники должны быть прям, знаешь, как это, пила-зубочистка. Вот прям остренькие края вот эти все... Ну, у тебя оно прорисовано, так что, в принципе... Мне так интересно, у меня вчера, наверное, человек 15 попросили эту картинку, и сказали, что будут вместе с нами рисовать. И это прям вообще... Ребят, если кто-то здесь попал на эфир и рисует с нами, пожалуйста, пришлите, пожалуйста, нам ваши работы, какие получились. Мне жутко интересно, это вообще такой эксперимент социальный. Очень важно на что обращать внимание, когда рисуем китов, не умея рисовать. Это на такие остренькие плавнички, вот, да, вот, которые мы здесь прорисовываем, и на прожилки, на пузики. Вот эти прожилочки, их прям нужно прорисовать. Пусть они вам кажутся сильно геометричными, там, или, или, знаете, как это, как стирали в старину вот эти доски, да, в белье, вот, вот такие сильно рифленые. Но вот эти прожилки, они должны быть. Глаза, в принципе, можно на глаза не заострять внимание, потому что, если прям сильно прорисовать глаза, может быть сильно мультяшный кит. Нам этого не нужно. Как правило, в фотографии китов настоящих мы не видим глаз, потому что у них глаза тёмно-серые. Это вот тут я так прорисовала, и то я там зрачки особо не рисовала, чтобы не смущать нас. Так, теперь перехожу на маленького. Ты всех троих будешь рисовать? Нет, вот видишь, я тебе специально это... На одного человека? Одного, одного. А я тут разошлась в троих. Ну, давай. Слушай, умеючи, ты знаешь, я бы тоже разошлась. Я тут с одним всё получится. Кто не знает. А ты какие салфетки выбрала? Я вообще не выбрала. Ты салфетки, Наташ, выбрала, потому что я вчера же поздно очень приехала домой, у меня же маркет был целую неделю, и возможности что-то купить не было вообще. и поэтому я обойдусь цветами, но... Сухотетами? Да, да, я, знаешь, вчера прихожу домой, а у меня на столе стоит огромный букет мемоток. Ой, какая прелесть! Это мне было, да, приятно, и ты знаешь, я, конечно, быстренько её нарвала. Ах! Тот, кто подарил, не слышит это, известно! Нет, он не слышит, ты не видит, он уже спал. Вот всё прекрасно. И я её нарвала чуть-чуть, но несколько веточек. Ну, понятно, что она вся туда пойдёт, да? Ну, ты честь, я смотрю. Ну, для приличия хотя бы поддерживайся. Для приличия постоит чуть-чуть, да, а так это, и я её быстренько, знаешь, что сделала? Положила нам батарею, прям голую, голую, без всего, без всего, прям. Положила на батарею и накрыла подстаканниками. А, чтобы она просто плоская была. Да, 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 она же вся такая пупыриская. да. И, ну, считай, сколько, 12 часов прошло. Так, Наташа, я сделала контур, а мне теперь вот этот рот надо нарисовать. Да, да, иди на рот и на глазки, ну, вот на морщинки. И ещё посмотри, вот над плавником, видишь, там вот чуть-чуть морщинки вот здесь. Я сейчас тебе покажу их. Сейчас я уберу. Вот, вот тут, вот эти морщинки, видишь, вот, и их нужно. Ага. Так, я сейчас уберу планшет, а то он меня больше, это, больше смущает, чем помогает. Дорисую так. И я начала смотреть все эти, у меня которые салфетки были, ну, древние, знаешь, а там, ну, настолько они древние, что это даже стыдно показывать. Я на самом деле тебе сказала, салфетки возьми, а сама у меня все салфетки Новый год. Я такая, молодец, Наташа, сказала, Катя, возьми салфетки, а сама себе не подготовила. А у меня Пасха. А у тебя Пасха? О, класс, да. Я салфетки с зайцами, с этими, с какими-то, знаешь, эти, курицами, цыплятами, и зашибись, и вообще, думаю, это как это так вообще. И я поняла, что с китами там ничего у нас не получится, некрасиво. Нет, зато у тебя, вот я прям вижу, ты вот на правую сторону, да, хочешь? Да, вот сюда вот так вот хочу этих медуз, медуз. Ну, медуз, почему бы и нет. Желтых медуз. Пошли мартовских сюда. Так, у меня такой этот рот получился некрасивый. Это тебе кажется, что некрасивый. Так, мы вот сейчас не это, не судим себя. Это я тебе скажу, красивый или некрасивый. А, ты скажешь, так вот красивый раз. Конечно, красивый, потому что не может быть некрасивый. Во-первых, еще не закончилось ничего, поэтому красиво. Есть еще референсы, здесь вот я распечатала на второй, я вот так вот, чтобы не поднимать, буду немножечко туда. Да. Слушай, знаешь, какой у меня вопрос, какой сразу возник, а почему нельзя с обратной стороны, когда залили, все это нарисовать? В чем разница? Потому что он плоский будет. Он будет нарисован в одном уровне, поняла? мы же сделаем белую основу и на нее нанесем рисунок, да, как бы мы рисуем. Да, да, да. А когда мы рисуем в обратную сторону, он глубже, вот посмотри вот на этого парня, он как будто вот прям, ну, там, уходит под слоем смолы. И этого никак не изменить, если прорисовать сверху. Можно было бы, конечно, зачем заморачиваться и страдать, можно было бы прорисовать, но, во-первых, кто ищет легких путей? Я не пойму. Такой вопрос возник, просто я думаю, что он у многих возникнет. Да, да, да. Правильно, правильно. Нет, в принципе можно и никто не, знаешь, как это, я не уменьшу затратности и сил и таланта и это не будет некрасиво. И, возможно, это даже не будет, ну, возможно, это будет даже незаметно для, как бы, глаза какого-нибудь непрофессионального. Для клиента, скорее всего, может и не будет видно. Но, вообще, если сравнить две работы, то это будет будет плоская реальность у того рисунка, который будет нарисован просто сверху. Поэтому, поэтому так и заморачиваемся. А еще, конечно, глубже рисунок смотрится, когда вообще послойно его рисуешь. То есть, вот сейчас мы с тобой прорисовали слой, да, в идеале его нужно закрыть сверху еще раз прозрачно. Потом мы будем тень рисовать и ее перекрыть. И представляешь, какая глубина рисунка? Как будто ты в разрезе, вот прям кит, вот, его как будто погладить можно. То есть, он прям объемный, обтекаемый. Но это... Тоже надо как-нибудь заморочиться, это сколько дней заливка будет. Смотря какая, какая толщина, и я вот такие заливки, некоторые слои делаю ультрафиолетовой смолой. То есть, да, я еще тот лентяй, понимаешь? Мне надо найти какие-то хитрые пути, чтобы облегчить себе путь. Так. Что, у меня здесь рот получился такой непонятно, как у него. Нормальный рот получился. Так, теперь смотри, давай перейдем... Контур ты сделала, да? Я вижу, да? Смотри, давай теперь сделаем вот эти темно-синие пятна. Так, нужен синий. Да, нужен синий. Вот у меня есть прям темно-темно-синий, но его тоже можно с черным сочетать чуть-чуть. Соедини и давай вот эти пятна сделаем. Просто потыкаем, да, кисточкой? Да, 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 да. И причем потыкаем вот эту синюю краску, вот этот темный замес, мы не разбавляем водой. Мы делаем чистым цветом, как он есть на самом деле. Потому что если разбавим водой, то она будет неплотная. Ну, потыкай, я посмотрю, как ты тыкаешь. Да, смотри, сначала тыкаем по контуру, который мы делали, не полностью. Вот, вот так. И если видим, что проплешина, сейчас я тебе увеличу побольше, если видим, что проплешина, что я имею в виду? Видишь, вот не, видишь, не видишь, вот здесь вот неплотный цвет. Ага. То есть берем, берем кисточку и прям плюхаем, вот прям плотненько. И у тебя один кит, тебе не надо разницу точек, а у меня три и маленьких, то есть на маленьком ките, естественно, поменьше точечки делаем. Ну, ты на своем делай такие нормальные плюшки. Вот у тебя, не видишь, смотри, ты можешь прям вот за хребтом и вот чуть-чуть бугорок, вот здесь вот заканчивай, вот потом чуть-чуть на хвосте. Ага, я поняла. Вот я сейчас как раз и твоего, наверное, а, ну, они все похожи, поэтому какая разница. Сейчас до хребта, до хребта можешь прям по контуру, не стесняясь, вот так вот делать эти плюхи. Можешь какие-то делать более темные, какие-то... Да, 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 я потому что прям в черном сделала синий, потому что у меня он что-то прям совсем яркий. Хотя написано, что темный, видимо, темный у всех разный. Да. И максимально насыщенный и темный у тебя должно быть по правому краю, да, ну, у тебя получается левый край. Да, ты правильно делаешь, вот по... где хребет, вот поэтому, по этой части у тебя должно быть максимально темненькое. То есть по верхней части как он ныряет. И смотри, если уже прям заморачиваться в рисовании, смотри, когда мы рисуем кита, чтобы у нас он был объемный, нам надо кисточку ложить так, как будто мы... Сейчас я тебе объясню. Вот смотри, вот мы рисуем кита, да, нам нужно сделать, чтобы он вот здесь вот казался объемным. И мы не просто кладем кисточку, а вот так, как будто проглаживаем. Поняла? Чтобы создать этот эффект объема. То есть если мы рисуем его вот... Сейчас я подниму. Если мы рисуем его вот на хребте, то тогда и наше пятно должно быть чуть-чуть с изгиба. Поняла, да? Ага. Вот. Вот так. на хвостик на плавник, там чуть-чуть, можно по тельцу поставить. Вообще вот эти точечки очень круто делаются дотсом. Знаешь, маникюрные? Да, да, да. Вот. Вот им прям прям быстро и не надо возиться с кисточкой. Так, а у тебя кит какой? Катюш, у тебя вот этот кит, который с... Нет, смотри, плавники какие, вот такие длинные, да. вот, у тебя вот этот, ага. Ну вот смотри, вот здесь у него под мордой тоже вот чуть-чуть можно поставить вот эти пятна. Мы как раз сейчас завуалируем все вот это, то, что я делаю. Да, вот, поставь там. Там можно даже черные точки поставить. Потому что дальше мы сейчас будем рисовать точно такие пятна, только более широкие, более расплюснутые таким более светлым, светло-синим. Так, я пока маленького сделаю. И еще, ребят, когда вы рисуете акрилом, не рисуйте в жарком помещении, потому что я, например, сейчас пришла, включила кондиционер и обогреватель, чтобы смолу прогреть, и у меня акрил просто молниеносно высыхает. Приходится добавлять еще. А ты уже подготовила смолу, да? Нет, я еще не замешала ее. Мы же потом будем с тобой клеить, а, ты салфетку не будешь клеить, ты мимозы будешь делать, да? А я покажу ребятам, как салфетку приклеить, и нам нужно будет подождать, я думаю, на этом мы эфиры закончим. Вот. Ну, потом просто у нас что там, ничего сложного? Ничего! Просто перекрыть смолой. Да, да. А смотри, ты видела? Ну, ты маленького не рисуешь, я тебе это сердечко нарисовала. Да, боже ты моя! Это так скажешь, наступающим тебе. Наступающим, Наташа. Вчера стояла на ярмарке, тоже так много, подошел мужчина, знаешь, он у меня перед Новым годом, он мне сделал весь мозг, очень сильно выбирал своей даме подарок. и ладно, если бы там что-то, да, выбирал под стаканом, господи, там копейки. Он мне просто весь мозг перед Новым годом сделал, я его запомнила навсегда, наверное. Так. Минусок. И вчера подходит такой, а, и идут девчонки, которые там в это, ну, другие стоят, да, и ведут его за руку ко мне. Я это, аж похолодила. Подойти! По спине просто у меня такой холодок, а у Энн, и девочка такая, которая его ведет, она такая, вот эта девочка. Он, да, 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 это она. Я такая стоя, думаю, боже мой, боже мой, спасибо. Нашел? А он несет мне шоколадку и говорит, девушка, спасибо вам огромное, что вот я угодила, я угодила. И боже, так приятно было. Слушай, у меня вот такие вот клиенты, которые вскрыли просто до печени меня, они самые преданные, самые потом дружелюбные, как оказывается. Вначале, конечно, просто ты не веришь, что когда-либо ты потом свяжешься с этим человеком в жизни и хочется заблокировать, но потом вот реально оказывается, что самое-самое хорошее. Мало ли, может, у вас повернется по-другому сейчас. Может быть. Слушай, ну я все тоненько сделала. Давай. Давай теперь берем синий и чуть-чуть, сейчас я тебе покажу, насколько чуть-чуть, нам надо, смотри, вот этот цвет сделать, вот этот вот синий. Видишь, он не светлый синий, как этот, но он светлее уже. Поэтому мы берем, вот у меня темно-синий, вот он у меня, и я его разбавлю чуть-чуть буквально вот горошиной. У меня будет две лужи, вот такая светлая и чуть-чуть потемнее. Ну ты видишь, вот разницу, да? Да, только мне не нравится, что у меня синий какой-то чистый. Мне хочется его сделать грязным. Добавь туда чуть-чуть грамульку черного, и он будет такой синий-серый. Тут, кстати, как раз он и такой идет, вот если говорить о нем. Мне так и хочется, да, что вот он такой, какой-то грязноватый. Добавь, добавь. Теперь по вот этим нашим плюхам, которые мы с тобой сделали, нам нужно сейчас вот этой лужей серо-синий. Смотри, нам надо прям по насыщенности, я тебе сейчас покажу, вот морда, вот вся вот эта вот. И тут, кстати, уже не действует то правило, что нужно плотно делать. Здесь мы делаем не плотно, как я тебе говорила в начале, да? Сейчас я поближе тебе поднесу. Вот посмотри, видишь, у меня прям на просвет вот этот синий. Вот. И тоже стараемся, как будто мы гладим его, вот. Не прямо кисточку, да, а как будто вот он такой, мы понимаем, что он объемный. И край, который мы делаем, он вот тоже точечками. То есть здесь можно плотно сделать, но вот, когда ты заканчиваешь с той стороны и с обратной, да, у тебя получается слева направо, вот правая твоя сторона должна заканчиваться вот такими родинками, прям как карта мира, неровно. И сюда дальше на хвост. Да, да. И по всему хребту идем вниз. И тоже оставляй точечки какие-то вот по хребту, там вниз. Но до самого хвоста не спускайся, там идет более светлый. Или вот, как я уже сделала вот эту более светленькую лужу, синюю, добавь чуть-чуть белого больше. То есть более светлый сделай. Так, девчоночки спрашивают, что мы по предзаливке делаем. Да, по предзаливке здесь малазом. Вчера в 12 часов говорю, Леша, говорю, ну, мужу, я говорю, извини, но мне надо. Он говорит, ты больная женщина. Да. Он говорит, ты только домой пришла, ты 12 часов отпахала. Какая смола? Ты успокойся чуть-чуть. Я говорю, мне надо. Не понимаешь? Завтра утром встанешь, сделаешь. Я говорю, душу же, я на ней попкой сидеть буду. Да. Там уже не... Завтра уже будет поздно. Уже не сработает. Вообще, на самом деле, есть смолы с очень сильной адгезией. И, в принципе, если прорисовать на молде или прорисовать на оргстекле, то смола может отпечатать, но не весь рисунок. Это вы должны быть уверены в своем акриле, что он плотный настолько, что отпечатается в смоле. Потому что я знаю много мастеров, которые рисуют, ну, не такие сложные рисунки, а окантовочки. И смола прекрасно их отпечатывает и сохраняет на лицевой стороне. Нарисовали рисунок, потом залили смолу, сняли, и он с той стороны? Да, да, да. Только там надо будет перекрыть финишем. Ну, финиш мы, в любом случае, делаем, да. Поэтому разницы нет. Поэтому, если вы на оргстекле или на молде, можете, конечно, проэкспериментировать, но лучше заранее пролить слой, чтобы не переживать, и по нему прорисовать. И прорисовывать, вот как мы уже с Катей вначале, я говорила, прорисовывать в обратном направлении. Так, ты сделала, да, Катюш, ты переходишь на светлые? Ну, вот я что-то здесь уже, знаешь, уже что-то оно пошло, как говорится. Вот! Вот это вкусно приходит. Это затягивает. Смотри, там потом на плавники, и на, вот, на твои плавники, и на внутреннюю часть хвостика, и на пузико, там прям светло-серый, чуть-чуть с голубизной. Вот, точно такими же движениями, как ты делала, но только, вот прям светленький-светленький-серенький. Надо было и мне тоже одного кита, а то я замахнулась троих, и теперь это... И сюда, и сюда, и здесь. Я просто побоялась троих. Да правильно! Правильно! Одного-то дай бог. Первый раз так? Ну да. На нём можно засидеться, и бесконечное же количество. Да, естественно. Если бы мы вот не спешили, в любом случае, мы торопимся в эфирное время, потому что Инстаграм может нас заблокировать, ну, меня очень много раз... Не сохранять. Да, да, не сохраняет, и потом, как бы, обидно будет. Потому что у меня много в чатике, в Телеграме возмущённых, у кого нет в Инстаграме, почему только в Инстаграме эфир, почему не в ВК и не в... в этом, господи, не в Телеграме. Я говорю, мы будем стараться всё сохранить, но если, конечно, не сохраниться, но... Это я, Даша, веду, а мы не виновники в этом. Так, и... ребят тоже. Вот Катя делает, я вроде смотрю, правильно делает. Мы, когда рисуем, мы не стараемся полностью заполнить всё пространство, весь живот. Вы видите, белые пятна есть. Я специально белый фон поставила, чтобы вы тоже видели. Потому что потом, как я делала, и мне прям комментарий прилетел, боже, что же вы творите, вы же дорисовали, а сейчас всё закрыли белым. Мы потом всё закрывать будем белой краской. Поэтому... Да, оставляйте проплешинки, точечки, потому что, например, смотри, вот здесь у нас под глазом, да, над глазом, белые точки. В принципе, если бы мы не делали вот эту белую основу, то нам бы нужно было эти белые точки нарисовать. Но я знаю, что мы будем это делать, поэтому... Нет. Ну, то есть, как я же говорила, что это в обратную сторону рисунок. Как бы мы рисовали кита? Мы сейчас бы нарисовали его белый фон, а потом начали бы прорисовывать. Поэтому нам нужно всё это закрыть. Это по принципу, кто работал с салфетками, знает, что сначала контур наклеишь, а потом перекрываешь белой краской. Так, ты там... Что-то с ним, с ртом с этим сделать? Мне рот не нравится. Смотри, тебе на морду надо нанести ещё пятен тёмных. видишь, у тебя пустой он. Да, правильно я вижу? Ну, правильно. Не на нижнюю часть, а на верхнюю, Катя. А вот сюда? Да, вот здесь. Сейчас я поверну, чтобы ты видела, как ты видишь. Вот, вот так вот. Вот сюда, видишь, вот родимые пятна, эти чёрные, и тебе их надо сделать. у тебя нормально, там с китом не надо. Так. И здесь нельзя... Ну, то есть, мы сейчас нанесли три оттенка синего и чёрного, да? И вот, чем больше этих оттенков и пятен, тем круче будет смотреться рисунок. То есть, вот это тоже не надо игнорировать. Ну, ты всё вроде делаешь. Можно прям поверх синего ещё более светлого сделать, более серого. Мы же его с проплешинами делали. У меня какой-то прям сильно голубой получается. Надо посерее сделать. Вот. А у тебя всё? Ярмарка всё или ещё ты возвращаешься? Нет, всё, всё. Всё, я. Слава Богу. Отработал? Добби отработал? Слушай, ну, это 6 дней по 12 часов. Я думала, я тукнусь. А вчера, что было... Вчера это было вообще просто... Я потом уже, наверное, часов 8 вечера уже пошла, зашла к девчонкам в кофейню, села и говорю, чё ты, дайте, я просто посижу, помолчу. Слушай, вообще... Я, я не разговариваю. Я разговаривать же хочу. Они все разговаривать хотят. Конечно, конечно, естественно. Они больше не пришли покупать, как поговорить и поболтать. Поэтому да. Так, Катюш, смотри ещё, что нам нужно сделать. Наши прожилки вот внизу, да? Да. Вот здесь нужно светло-голубеньким закрасить. Прям полоски сделать. Вот между теми чёрными, которые ты сделала уже. У тебя есть там место? Нет. Вот под плавник, вот ближе в правую сторону. Вот, да, как раз, до конца пузика. Я сделаю. Я на самом деле рисую и вопроса даже не смотрю. А он у меня просто прямо перед глазами телефон в 10 сантиметрах от рта. Наталья, а можно потом прислать кито в ваших рисунок получить? Конечно, можно. Пришлю. У Наташи понятно предзаливка на пэт. А у Кати это такой полупродолжительный молд? Да, у Кати это такой молд, и она сделала тоже заранее тонкую заливку. На самом деле, если поискать, то и, мне кажется, у всех мастеров найдется вот такой молд тоненький. Это кажется, что вроде такого нет, но, мне кажется, есть. Поищите внимательно. Но где-то он есть. сто процентов. И сейчас вообще производители стараются делать такие по-прозрачному. Даже если вам будет казаться, что он не прозрачный, поднесите его к окну, и контур ну точно вы сможете провисовать. Конечно, проще всего вот на оргстекле. Хотя я сейчас, кстати, в прямом эфире я первый раз вот так вот сверху срисовала. И знаешь, какая проблема, с какой я столкнулась? Когда ты срисовываешь вот на экране, может, на распечатке по-другому будет, за счет толщины стекла, за счет толщины заливки слоя прозрачного смолой такой 3D-объем, и я не пойму, куда я тыкаю. Я должна тыкать же туда, глубже. Это знаешь, как в стекло входишь, не рассчитав. Так и здесь. Вот, я столкнулась первый раз с этим. Ну, тоже опыт, буду знать, что чувствуют ученики, когда рисуют. Ой, ну мне уже как у тебя получилось. Ты знаешь, это такой же эффект получается, когда ты рисуешь на зеркале. Да, Когда на зеркале чернилами рисовать, это вообще потом в глазах двоится. Сфотографировать в принципе невозможно, потому что реально двоится в глазах. Да, да, точно. А это очень, кстати, классный опыт. Ты это понимаешь, и ты можешь это потом рассказать, да, если ты будешь что-то объяснять. Так, смотри, Катюш, ты вот как раз уже на пузике, вот здесь внизу, ближе к хвосту. Смотри, я замешала вот такой вот какой-то грязный Тиффани. Сейчас я тебе его покажу. Вот он. И вот этот вот грязно-серо-морской нам нужно сделать вот здесь тоже кляксами на внутренней части хвостика и на самом вот этом вот пузике. Тоже не все. Мне туда надо немножко, наверное, охры добавить, да? Она не будет желтить тебе? А как ты сделала Тиффани? Я сделала, я вот этот свой синий, темно-синий, вот он у меня, темно-синий в белый, и потом чуть-чуть добавила серого. и сделала вот такой вот грязный. То есть у меня желтенького там ничего нет, только вот этих три цвета. Серый, синий, черный, синий и белый. и его же можно на плавник, на внутреннюю часть. Так, есть. И когда мы рисуем, ребят, вот такой техники по смоле, вообще старайтесь избегать воды, прям капель воды, потому что этот процесс идет, ну, когда вы дома в своем настроении рисуете, то вы можете добавлять воду сколько угодно, но вы должны знать, что смола, это не холст, она не впитает в вашу воду, и у вас будут кляксами лежать эта вода. Поэтому кисточку мы моем и в салфетку вытираем, салфетку промакиваем, вот у меня такая, прям несколько слоев салфетки, я промакиваю всегда, и практически я рисую чистым цветом. Потому что если разбавлять водой, по смоле это будет лежать плюшкой, и все, ничего не произойдет. Так, Катя, что там у тебя? О, красавчик! Так, посмотри, Катя, мне по камере сложно понять, но нам главное, чтобы наша задача, сейчас я постараюсь перевернуть, смотри, чтобы у нас темненькие пятна вот эти были, которые мы с тобой вначале рисовали, они у тебя есть? Их достаточно? У меня дельфин какой-то губастый. Подожди, я встану, посмотрю. Никакой у тебя не дельфин, а ну прекрати вообще. Добавь... Губешку. Это же классический голубой кит, ты что, у них такая губеха, и у них еще вот эти барабульки, или как они там называются. Смотри, под глазом, Катя, сделай более темные, сейчас я тебе покажу твоего, вот он у тебя. Вот, вот эти родинки сделай еще черных пятен, и вот где плавник, вот эти прожилки, сделай прожилки, затемни вот эту зону. То есть, внимание, с губы перенеси. Видишь, у тебя там как раз светлое сильно, ты вот тут сделай темненькие, вот я тебе вот так положу, видишь? Вот. И прям можно еще кляксу вот сюда поставить. Слушай, по рисунку можно прямо говорить о человеке. У тебя все настолько идеально точечно, без хаоса, все четко в подчинении таком, прям я смотрю, у меня хачаплям навалило, и все. А у тебя прям все структурировано. Поэтому у тебя идеальные вот эти миниатюры получаются, потому что ты вот прям точечно все это делаешь и замечаешь. Так, и смотри, над глазом, да, вот сюда, ближе, левее, вот да, вот тут. Отлично. Так, а куда тебе еще пятно поставить? Вот смотри, Катя, вот здесь на пузике, видишь, где плавник закончился, вот здесь на пузике не хватает, да. Прям можно одну пожирнее чуть-чуть сделать, черненьким прям. Во, шикарно. И спустись чуть-чуть ниже, видишь, вот тоже кляксика. Вот, вот тут. Да, 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 да. Так, а покажи мне его всего, пододвинь рисунок, вот, пониже, вот, да. Смотри, еще вот здесь, Катюш, сделай, вот на нижней части, да. Есть. Нет, как релцепляется за кисть. А потому что уже высыхает, очень быстро высыхает, и комками ложится. У меня то же самое. Но мы уже, в принципе, заканчиваем, нам надо сейчас белым делать. Нам надо вот эту кисть, которую мы работаем, убрать, ее хорошенько промыть и взять другую, более широкую кисточку и прорисовать акрилом. Так, ну что еще, куда черное-то делать? Все, все, да, я думаю, все. Все, да? Так, да, берем чистый цвет, Катюш, и все то же самое, но только посмотри сейчас на свой рисунок, там, где ты только что рисовала, не надо наносить, нанеси там, где высохло, и просто сверху прям плотненько перекрываем. Белым. Белым, чисто белым, по контуру. Вот здесь не надо выходить за контур. Тут прям надо... Мне надо подсушить, у меня здесь много черного, сейчас пошумлю тогда. Давай, давай. ... Смотрите продолжение в следующей части. Есть, так, и что, прям черное, белое берем и прям вот по всему, и по всему вообще. И делаем это чистым акрилом, без всякой воды, без ничего. И желательно это делать не сильно тоненькой кистью, не той, которую мы прорисовали, потому что она будет давать растяжку неровную. Прям плотно-плотно. Если видим, что есть проплешина, прям еще раз проходимся. Но главное не выйти за пределы. Лучше не докрасить, чем выйти за. Потому что у китов черные всякие родинки есть, а вот белых сверху нет, к сожалению. А помнишь, давным-давно, ну как давным-давно, еще в прошлом году, я тебе говорила, что мне приснился сон, что ты меня учила рисовать какие-то, нет? Серьезно? Я не помню, Катя, у меня память такая отвратительная, поэтому я вообще ничего не помню. Офигеть! Я только сейчас, только сейчас мне об этом что-то вот память, знаешь, это, когда же обе случилось, я думаю, блин, а я же говорю не знаю. Слушай, я что-то помню переписку, я помню, ты мне это писала, ты сейчас мне сказала, я помню, ты мне это писала. Все. Так, что тебе там еще снилось? Давай вспоминай, поспеваться будет. Мы с тобой заработали 85 миллиардов долларов. О, прекрасно! Молодец! Прекрасный сон, я хочу сказать. Уехали отдыхать куда-то, куда мы хотим отдыхать. Куда можно, да, уехать? С китами, понырять с китами. Да, я очень хочу. Это поехали тогда в Норвегию. Да, или в Штаты. Ну, там визу получить косметически сложно. В Штаты не хочу вообще. Я там была, мне так вообще не хочу. Да? Я не была ни разу. Я просто подписана на одну девушку. Она, у нее прям, это вот знаешь, это как есть питомцы. Вот у нее семья китов, это ее питомцы. Она принимала участие. Ну как? Вот представь. Она, как это, фридайвер. Фрирайдер, подожди, нет, фрирайдер это тот, который ездит, это фридайвер, это тот, который плавает без снаряжения. Да. И она задерживает дыхание 4,5 минуты. И какая-то семья китов проходит миграцию именно там, где она живет. Вот в Штатах, где-то, я не помню этот район, где. И она их часто, она постоянно их встречает, они уже привыкли к ней. И рождение одного китенка было именно на этот период, когда они к ней приплыли. Она принимала участие, она там что-то помогала. Но она ведет этот блог, она прям рассказывает. Офигеть. И, да, и она проводит экскурсии, и она прям ныряет туда к ним. Не так вот просто, что ты видишь, где-то они под тобой, а она прям чуть ли не возле глаза плавает, и они допускают ее. И допускают ее туристов. Она не часто проводит эти туры, но и плюс тренирует людей. Ты же тоже должен уметь задерживать дыхание или с аквалангом уметь работать. И это, конечно, очень круто, просто. Это круто, да. Я бы к ней поплыла. Я бы тоже к ней поплыла. Да, да. Но там с визой, конечно, просто беда бедовая вообще. Слушай, нет, мама сейчас получила визу нормально. Да? Нормально? Она тоже резидент в Сербии. Да, да. И она резидент в Сербии. Она через Сербию делала как резидент. Вообще легко. Может, я не занималась этим вопросом? Вот эта мысль стоит такая, что, типа, когда-то было сложно. Может, сейчас надо посмотреть? Через Россию будет сложновато, а через как резидент в Сербии вообще? То есть ей прям вообще без вопросов. Давай, что дальше делаем? Да, ты будешь это делать. Да, я расскажу про салфетки, а ты, да, пока запись сохранится, будем стараться сохранить, ребят. Смотрите, мальчики и девочки. Салфетка, как правило, состоит из трех слоев. Вот видите, я уже собрала два слоя. Какие-то из пяти даже есть. Нам нужен последний прям скелетик, вот этот прозрачный. Его можно сделать на тонкий ПВА-клей, то есть наносим клей, а потом сверху салфетку. Но тут вы должны убедиться, что вы прям тонко нанесли, потому что если вы хоть потолще нанесете с обратной стороны, эта гадость вся будет видна. Поэтому я советую лучше сначала положить свой рисунок, у меня есть клей для потали, и с обратной стороны нанести на салфетку, не выходя за пределы. Если сильно вышли, то уберите просто влажной салфеткой. Кисточка должна у нас быть широкой, искусственной, которую не жалко. Ну, потом помоем, она нам пригодится еще. И вот салфеточку ровненько нашим клеем пропитываем и растягиваем. И здесь сейчас будет то же самое, что мы сделали с Катей. Послой нарисовали, а потом перекрывали сверху белым. То есть вот тот рисунок, который вы нанесете салфеткой, цветы, здания, я не знаю, корабли, все, что хотите, их нужно перекрыть тоже белой краской, белой акриловой краской, не выходя за фон. Поэтому наносим клей ровненько, чтобы не было пузырей. Почему лучше использовать широкую кисть, плоскую? Ей лучше разравнивать пузыри. И она достаточно ворс такой жесткий, он их выдавливает эти. То есть если будете делать натуральную кисточку, натуральная мягкая, она будет просто поглаживать, и будет неровность на салфетке. Так. Нанесли. В идеале нужно подождать, чтобы это все высохло. Но так как мы в прямом эфире, и я тут сломала крышу, все починила, то я сейчас перекрою акрилом, я не буду ждать. Вот, покажу вам. Перекроем тоже плотненько. Ой, ты уже мимозочку приложила. Кайф. Знаешь, еще круто, когда мимоза выходит за тело, то есть вот там, где у тебя верхний хребет. Вот, вот где-то. Может, листочек какой-то туда его вставить. Так, сейчас я помыла кисть. И берем белую краску, и вот по нашим зданиям, ребят. Четко, тоже, без проплешек. Ровненько. Вся эта красота высыхает, и перекрываем до объема смолой, как вам нужно. И все. Вся техника готова. И так можно создать любой рисунок, то, что вам хочется. В принципе, можно только салфетками это сделать. Так, сейчас я... Я хочу нанести и показать вам с обратной стороны. У меня же оркостекло, и я могу это сделать. Сейчас. Подержу. Вот. Смотрите. Ой, я тоже хочу цветочки сделать. Очень припалима. Вообще. Вообще. Легкотня, скажи. Да, как... Я думаю... Не легкотня, да! Ну, скажи, ну, серьезно! Да, конечно, Наташа. Конечно, легко. Ну, Кать, не пугай людей. Ну, ты же... Вот скажи, ты первый раз рисовала. Ты первый раз своего парня нарисовала. И там получилась фигня, Наташа. Нет! Не получилось. Я сейчас тебе покажу. Где? Покажи. С чего ты взяла, чтобы фигня? Ты же даже не видишь, что... Ну, и отсюда ты видишь. Получился гусь. Так как... Это кит! Ты... Это гусь. Это классический. Понимаешь, они же романтизированы, те, которые нарисованы, с мягкими линиями. А классический кит, он вот как раз вот такой. С длинным носом. С вот этим вот блямбой внизу. Нет. Переколол. Ты наговариваешь на своего кита вообще. У него здесь пошло отторжение гиалуроновой кислоты. Ты получишь плавником по заднице за то, что так его оскорбляешь. Поняла? Он тебя слышит, и он где-то плавает в Тихом океане. И пихнет тебя плавником в следующий раз при встрече. Так. А сколько мы рисуем? А, мы час рисуем. Да вообще, горе время моментально просто. Офигеть. Офигеть. Так, ты вот тут выставляешь, да? А знаешь, что еще круто, Катя, будет? Давай. Сейчас я тебе открою. Подожди, сейчас, 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 сейчас. Вот ты начала сейчас прикладывать. Смотри. Очень прикольно. Я сейчас тебе рисунок покажу. Если, может, кусочки потали еще вставить? Я сюда хочу. Да? Офигеть. Ну, это ты в смолу хочу прям. Да, 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 да. Сейчас я, я сейчас хотела тебе показать других китят, где они у меня. Вот. Смотри. Вот если поталь вставить как-то куда-то. Да. Ну все, девочки и мальчики, мы вообще молодцы. С вами Агамма на что клеили. А что такое Агамма? А! Кстати, Катя, мы не выполнили задание. Я еще тут спойлер. Я вообще задаю все эти... Явки-парон. Да, все явки-парон. Я вообще не умею держать секреты. Но есть один секретик, который готовит для вас Артсмала и Айгам. Больше ничего не скажу. Все. Ну ты, блядь, заинтриговала и все. Да. Даже я не знала. Ты больше говоришь? Расскажи. Будет конкурс, который победит тот, кто будет принимать участие вместе с Айгамом и с Малой. Вот. Больше я не могу ничего сказать. Да. И я могу претендовать на победу. Уже. Очевидно. Очевидно. Почему ты мне об этом не сказала раньше? Я сама не знала, Катя. Я хотела здесь. Я хотела тоже тогда бы сделать из Айгама. На Айгаме, да? Да, конечно. У тебя еще есть время. На Айгам ничего мы не клеили. Он клеится к любой поверхности прекрасно сам. И очень круто, когда мы его снимем. Он еще многоразовый. Можно использовать много раз. Повторюсь, много раз. Потом. Еще. Серьезный такой кит, да. Это тебе, Катя, сейчас. Не мне. У меня много китов. У Кати серьезный кит и очень классный получился. Она просто очень перфекционист, я поняла. И предъявляет к себе большие требования. Кстати, Катя, ты можешь еще сверху прорисовать что-то? Ну, прожилки какие-то сделать потом парню. Он будет еще более... А ты, Катя, если я сверху буду рисовать, у нас опять получится тут с тобой двойная это. Ну, как стекло, толщина стекла. Нет, она будет минимальная, потому что у нас же не сильно толстая заливка. То есть, в принципе, если прорисовать... Я это и заливала, знаешь, каким это... Делюксом, потому что... Да. Ну, потому что у меня время не толстенько. А-а-а, да. У меня толстенько было. Мне надо было, чтобы вытекло задавать. Ну, ты можешь просто попробовать. Да, ты можешь попробовать, если что, снять салфеткой потом. Ну, да. Я, кстати, сейчас попробую. Смотри, вот так вот я разложила эту медузу. Да, да, круто. Да. А потом ты вот туда вот вставишь... Вот где у тебя пространство вот это свободное? Ты туда вставишь еще кусочки потали, да? Да. Да? Вообще кайф. Вообще кайф. А у меня сейчас вообще классная идея родилась, но я тебе не схожу. Хитрая попа какая. Ты посмотри, я ей все тут, понимаешь? Перед ней, а она мне не скажет. Что ты там будешь выкладывать? А я не скажу. А я сюда нарисую. Кого? Я сейчас... Что? Залью заливочку. Так. Закреплю медузу нашу. Господи, ну скажи, как она называется-то. Ну, мы поняли. Все поняли. Медуза. Теперь я буду это тоже так называть. Подпольное будет название. Да. И на вторую заливочку я сюда нарисую вот так что-то розовое. Это будет, в общем, закат. Закат это будет. Или рассвет. Кайф. Да. Прям чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Я тоже хочу, потому что мне маловато. Я хочу что-то еще добавить сверху, потому что, мне кажется, скучненько. Как-то надо еще что-то всунуть сюда. Слушай, Наташа, подожди. Подожди, 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 подожди. Так, давай. Давай мы туда с тобой сделаем каменную заливку смолой. Каменную заливку? Ты имеешь в виду типа мрамор? Да. А, это ты меня научишь? Оставить так? Да. Да? Все. Да. Оставляю так. Давай. Когда? А, ребята, у нас же типа серия «Научи меня» это первый урок, а дальше мы с преподавателями будем учить друг друга разным техникам. Все, Катя меня учит каменной заливки. Когда говори, я свободна всегда на вечеринке. Ну, давай сообщим. А, что мы поотдыхаем все-таки? Да, да. Ну, я хочу, чтобы люди собрались тоже морально. Давай. Девятого? Все. Предварительно сообщим. Сейчас договоримся с тобой. Все свидетели тут. Да. Все, ребята. Сейчас мы с тобой поделаем. А я за это время тоже сделаю что-то подобное, что у тебя... Ну, не подобное, а основу какую-то. Ну, на основу, да, да, да. Все. Круто. Так, короче, ребятки, я сохраняю эфир. Катюш, спасибо тебе большое. Спасибо. Всем спасибо, что были с нами. Да, мы встречаемся девятого. Пишите вопросики, мы будем видеть и отвечать под прямым эфиром. Все, целуньку тебя, спасибочки тебе. Меня с первым китом, девочки. Пока-пока-пока. Поздравляю. Пока.